Даже если раньше я мог ненавидеть кредитку от Альфы, это совершенно не значит, что я не могу переобуться. Всем привет, меня зовут Андрей и я делаю обзоры на банковские продукты, чтобы вам не пришлось тратить свое время и нервы. Посмотрим основные условия, расскажу вам, как не стоит пользоваться карточкой, также рассмотрим актуальные акции, чтобы сэкономить и другие лайфхаки тоже расскажу. Заказать карту супер легко, она может прийти вам всего за пару часов. Выпуск у нее бесплатный, обслуживание в первый год тоже бесплатное и дальше оно будет стоить 990 рублей в год. За что точно придется платить, так это за использование карты вне грейс-периода. Минимальная процентная ставка у них 11,99%, но она может доходить и до 50%, у меня, например, 34%. Это значит, что если вы пропускаете обязательный платеж, то банк взимает с вас единовременный обязательный штраф, соответственно. И потом еще назначает пение за каждый день просрочки за неуплату. Размер пении прописан в договоре, и он будет зависеть от суммы и длительности просрочки. Когда карта становится активной? Тогда, когда вы совершаете первую покупку. Активируется сразу льготный период либо 60, либо 365 дней. Но если вы хотите активировать именно 365 дней, тогда вам необходимо совершить первую покупку в первые 30 дней после получения карты. Все остальные долги придется возвращать за 60 дней, именно поэтому свечка совершает свои колебания. Именно поэтому вам сначала нужно запланировать покупку, то есть выбрать ее, потом оформить карту, потом получить ее, и потом смело покупать свой новый большой комп. Это правда гораздо выгоднее, чем брать нечестную рассрочку от условного NVIDIA, где вам придется взять кучу допов или тем более взять кредит. Уже только за это мне нравится кредитка от Альфы, но не забудьте убедиться, что вы точно успеете выплатить ваш долг за год, иначе вам начислят неприятные пени. Насколько неприятно, я уже рассказал. Когда получите вашу прелесть, то сможете тратить оставшийся лимит на протяжении уже 60 дней. А большую покупку год уплачивать. Внимание! Никогда не пропускайте минимальный платеж. Он небольшой, от 0 до 10%, его несложно вносить. Но если вы вдруг пропустите минимальный платеж, то все льготные периоды моментально слетают, и вы тогда что? Правильно, тогда вы начинаете платить проценты. По карте доступно бесплатное снятие на наличных до 50 тысяч рублей в месяц. И вот как это помогает мне. В первую неделю после оформления карты я купил себе ноутбук за 65 тысяч рублей и спокойно вносил на него минимальные платежи, как это и положено. Но потом мне вдруг понадобились наушники, я их купил еще за 5К. Когда мне нужно было оплачивать наушники полностью, то есть через 2 месяца, я внес деньги, 5 тысяч дождался, пока они зачислятся на счет и снял их обратно. Зачем это сделал? Потому что, к сожалению, тогда мне были нужны эти наличные деньги. И я их просто снял. Что я сделаю потом? Я внесу их обратно через месяц. И все. Еще удобно, что можно пользоваться кэшбэком. И он точно такой же, как и по дебютовой карте. То есть до 100% кэшбэка в барабане супер кэшбэка на случайную позицию, 5% на выбранные категории и 1% на все. Такого же не было никогда, да? Еще есть крутые акции. Например, Альфа часто сотрудничает со Вкусные Точка. И иногда можно получить до 100% каши за бургеры. Конкретно, когда я записываю это видео, можно получить 30% кэшбэка на авиабилеты и 50% кэшбэка на шоу Лаб Антона Беляева. И вообще, всегда можно получить хороший кэшбэк на культурные события. Еще я покупал букетик на 14 февраля со 100% кэшбэком. Мог бы и на 8 марта также купить, но не успел. Мой совет, подписывайтесь на все соцсети банков, чтобы быть в курсе всех новостей. И на мой телеграм-канал тоже подписывайтесь. Там появляются новости сразу и подробно. Негатив есть, хотя и небольшой. Если вы не успеете сделать свою большую покупку в течение первых 30 дней, то потом вы никак уже не сможете воспользоваться годом рассрочки. Я не знаю, как это контрить, может быть только закрыть карту и подождать 45 дней, когда ваш договор полностью аннулируется. Ну или там слезно просить поддержку, чтобы вам позволили совершить вашу большую покупку. Поддержка отвечает, конечно, очень медленно, но иногда все-таки отвечает. И возможно у вас получится вот это вот все дело обновить, но я не уверен. То, что у банка большие проценты за покупки вне Грейса, я не могу поставить в минус, потому что это то, на чем банки и зарабатывают. И если я сделаю это минусом, то получается немного лицемерный какой-то ролик. А я таки не делаю. И штрафы за просрочку минимального платежа та же песня. Но чтобы с умом выбирать банковские продукты, вы подписывайтесь на финансы.